Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Сегодня мы возвращаемся к ключевому фундаментальному фону, и впереди у нас самый важный отчет, наверное, не только, даже последней недели. Это данные по американскому рынку труда Non-Farm Payals. Разумеется, эту статистику мы будем анализировать с точки зрения влияния на конечное решение по ужесточению монетарной политики в рамках американской экономики. О перспективах доллара. В связи с этим отчетом мы еще поговорим, когда переключимся на динамику пары доллар-японская иена. Ну а сейчас давайте все-таки по порядку. Есть у нас вступительные активы, это, соответственно, нефть и динамика российского валютного актива. Также в ходе брифинга традиционно анонсируем очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Amarkets. Чтобы воспользоваться этим бонусом, нужно будет связаться с вашим персональным менеджером и обменять это слово на бонус на пополнение. Теперь давайте переходить все-таки к рынку финансовых активов. Начнем традиционно с нефти и после переключимся уже на валютные активы. Нефть, черное золото и актуальные котировки на текущий момент 50-25. Видим то, что Brent находится выше психологически важного уровня 50, в целом сохраняя, конечно же, коррекционный настрой, имея все предпосылки для того, чтобы снизиться ниже этого рубежа и пойти к тем целям, которые мы поставили до этого. Это возможность коррекции ниже даже уровня 45 долларов за баррель по, соответственно, нефти марки Brent. Вчерашняя торговая сессия создавала предпосылки, конечно же, глядя на динамику на азиатской торговой сессии на евро, что может оказаться очень успешной. Но ближе к концу дня мы видели, как Brent, по сути, нивелировал, нейтрализовал все восходящее движение и закрыл день с небольшим, даже, можно сказать, символичным приростом. В целом все это указывает на то, что черное золото прекрасно понимает, что объективных предпосылок для серьезного восходящего движения, может быть даже, скажем, активизации порывов в направлении в район 55 долларов за баррель, сейчас нет никаких оснований. А поэтому каждый раз, когда мы сейчас обрисовываем перспективы Brent, WTI, мы, разумеется, возвращаемся к общему фундаментальному фону, создающему куда больше предпосылок для оснижения. Из, скажем, интересных новостей, сообщений и вообще интересного фона, касающегося нефти по итогам вчерашней торговой сессии. Можно отметить конференцию Европейского центрального банка, поскольку, в принципе, на этой конференции были анонсированы возможные изменения в монетарном курсе. Поскольку речь идет о дополнительных мерах экономического стимулирования, значит, трейдеры стали использовать подобный фон как возможность достижения более оптимальных показателей по темпам экономического расширения в рамках валютного блока и еврозоны. Соответственно, если будут созданы основания для улучшения макроэкономических показателей и для возобновления прежних трендов укрепления, можно будет проецировать, опять же, это восстановление на повышенный спрос на энергоресурсы. Это традиционная рыночная логика, то есть тогда, когда есть для этого предпосылки, те инвесторы, которые ориентируются на трейдинг непосредственно по срывым активам, стараются закладывать этот фундаментальный фон, опять же, в перспективы и даже в реальную динамику активах, которые используются в спекулятивной деятельности и торговле. Действительно, новые стимулы, если окажутся результативными, об этом мы узнаем только по прошествии определенного времени, наверное, не раньше полугода можно будет подводить, чем через полугода можно будет подводить итоги дополнительного вмешательства со стороны руководства монетарного. Пока у нас столько ожиданий, слухи, даже нет еще серьезных каких-либо конкретных изменений и коррекции монетарного курса. Поэтому можно сказать то, что бренд, в принципе, демонстрировал рост за последние дни исключительно на спекулятивных ожиданиях, слухах и не на каких-либо фактах, либо статистике. Это очень важное замечание, потому что, разумеется, движение, ралли, которое наблюдается в расположении какого-либо актива, должно обязательно основываться на конкретной статистике и фактах, потому что только это можно закладывать в качестве основополагающей идеи в определение дальнейших перспектив. Если же в основу этих движений ложатся какие-либо слухи, то это, скажем, либо рост, который очень может быстро сойти на нет, либо коррекция, которая также может развернуться быстро в другую сторону. Сейчас мы понимаем, что факторы, которые привели к усилению позиций нефти, это, опять же, ожидание того, что ОПЕК проведет внеочередное заседание, соответственно, в связи с этим могут быть подняты вопросы, связанные со снижением квоты выработки, но подтверждения до сих пор этого нет на официальном уровне. Я думаю, что внеочередного заседания не будет, поэтому представители ближневосточного картеля соберутся со своими коллегами по, скажем, по цеху касательно производства нефти, может быть, представительства еще с США и России, не раньше декабря. В целом, если нет общего вектора согласования политики, направленной на стабилизацию цен на энергоресурсы, нет ожидания того, что квота будет снижена, разумеется, также нет и оснований делать ставку на то, что бренд может сейчас нащупать дно, развернуться и пойти к прежним высоким ценовым значениям, на которых он торговался несколько месяцев назад. Другие факторы, указывающие в пользу того, что бренд нужно также систематично селить, даже с учетом текущих уровней. Это ожидание, все-таки, опять же, увеличения объема производства со стороны ОПЕК, и мы знаем то, что Иран явно выступает против необходимости коррекции квоты, поскольку собирается задействовать как раз весь потенциал, который имеется в арсенале этой страны. Производственных мощностей существенные, до 4 миллионов баррелей в сутки. И они действительно могут быть задействованы, по словам представителей Ирана, даже уже до конца следующего года. Поэтому рынок энергоресурсов, как был в переизбыточном состоянии, так в таком состоянии и находится. А значит, ключевая фундаментальная идея, которая уже толкнула позиции и бренд, и WTI с очень высоких ценовых значений, эта идея по-прежнему актуальна. И поскольку мы придерживаемся, опять же, среднесрочной и долгосрочной торговли, от этой идеи не отказываемся. Ждем возвращения бренда ниже 50 долларов за баррель. Наша ближайшая цель 45-46. Пока в качестве ближайших ориентиров давайте руководствоваться этим фоном. Что касается российской валюты, здесь по причине, опять же, высокой степени корреляции, можно сказать, что на рынке сейчас присутствует только один фактор, за которым наблюдает рубль. Это, собственно, динамика нефти. Да и в целом, если копать уже макроэкономический фон именно российского происхождения, мы не сможем найти какой-либо поддержки для рубля. Просто будем, опять же, ссылаться на то, что его будущее поведение будет зависеть, опять же, от стоимости главного для российской экономики энергетического ресурса. То есть, от стоимости нефти марки Brent. Нефть снижается, создает соответствующий прессинг на позиции рубля. Сейчас мы видим на премаркете котировки 67.15, но в целом, я думаю, ни у кого нет иллюзий в плане того, что рубль сохраняет, опять же, коррекционный настрой и, в целом, в самое ближайшее время может снова протестировать сопротивление, которое значится на уровне 70 рублей против американского доллара. Все будет зависеть от нефти. Если уже мы сказали, что нет оснований делать ставку на такое сознательное, уверенное, стабильное, прочное восстановление черного золота, значит, нужно все-таки, как ни крути, работать с действительностью, реальностью, а эта реальность не самая благополучная для рубля. Также не забывайте о том, что буквально на днях, можно так сказать, будут исполнены серьезные долговые обязательства российского корпоративного сектора перед зарубежными критерами, и эти обязательства предполагают возможность повышенного спроса именно на валютные активы. Через конверсионные сделки это еще один фактор серьезного пресса на позиции российской валюты. И что касается еще национальной статистики, думаю, что буквально на следующей неделе мы снова сможем обратиться к данным по инфляции. Я думаю, что там радоваться также нечему, поскольку, исходя, опять же, из тенденции и простой математической логики, что девальвация валюты на 1% приводит к росту индекса потребительских цен на 0,1%. Эта математика работает, она уже в 2014 году неплохо продемонстрировала свою состоятельность, и я думаю, что для индекса потребительских цен сейчас, конечно же, существует достаточное основание, чтобы продолжить расти и двигаться к снова тем критическим уровням, которые мы наблюдали в начале 2015 года. Это как раз уровни, которые будут бить по потребительской активности, будут сказываться на замедлении темпов роста промпроизводства, и, как следствие, еще больше и сильнее усугубят общий показатель по темпам экономического роста. Поэтому экономический спад, как, скажем, можем уже констатировать, даже через медианную оценку со стороны многих инвестиционных банков, может глубоко оказаться ниже 5%. Я думаю, что более, наверное, актуальные реальные цифры находятся примерно в районе 5,5-6,5%. Это страшная цифра для развивающегося рынка, тем более, что нет пока никаких, скажем, оснований говорить о том, что на этом уровне дно будет зафиксировано. Напротив, мы знаем, что ключевые факторы, опять же, те же самые финансовые и экономические санкции, закрытый доступ на международный рынок и заимствование капиталов, они присутствуют на рынке, и они оттягиваются, скажем, на более неопределенные сроки. Я думаю, что в 2016-2017 год российская экономика еще будет иметь дело с этим негативом. Это как минимум. Ну, хватит, наверное, омрачать перспективы российского рынка. В целом, я думаю, что те, кто следит за ситуацией и без меня знают то, что перспективы не самые радужные. Нас интересует, конечно же, будущее рубля, и это будущее, собственно, так же, как и будущее российской экономики, пока не выглядят в позитивном свете. Ждем движения в районе 70 рублей против американского доллара. Что касается других валютных пар, давайте теперь плавно перейдем к следующему традиционному активу, который следует сразу за динамикой рубля. Это евро-доллар. Текущие актуальные котировки 1,1127. И вчера можно сказать, что главный валютный риск был главным фундаментальным героем и, наверное, таким же ключевым аутсайдером дня. Статистика была преимущественно европейского происхождения. Сначала мы следили за публикацией процентной ставки, а потом переключились на пресс-конференцию руководства ЕЦБ. Что касается ставки. Ставка рефинансирования, как и ожидалось, осталась на прежнем уровне 0,05%. Разумеется, менять ее ни в коем случае сейчас не стоит, поскольку, разумеется, учитывая объективную слабость валютного блока, этот регион по-прежнему нуждается в доп. поддержке. И как раз с этой поддержкой выступает мягкая экономическая политика. Ставка рефинансирования на прежнем уровне. Реакция евро оказалась сдержанной, потому что каких-либо, скажем, ожиданий того, что ЕЦБ сможет скорректировать ключевой параметр денежного курса, не было. Поэтому и рынки, собственно, практически полностью проигнорировали этот отсчет. Но ключевой фокус внимания был уже сконцентрирован на пресс-конференции руководства ЕЦБ и выступлении президента европейского мегарегулятора Марио Драги. Здесь, конечно же, были созданы уже все предпосылки для того ралли, которое мы наблюдали по евро. Европейская валюта сразу после начала конференции просыпалась больше, чем на 100 пунктов и, собственно, еще ближе стала к тому промежуточному уровню, который мы поставили в качестве цели. Это уровень 1.10. Низкий поклон Марио Драги, потому что он позволил нам приблизиться к нашей цели и, собственно, сказал то, что мы анонсировали, то, что мы ожидали. Поэтому те, кто следит за нашими брифингами, разумеется, особенно за вчерашним, потому что по итогам, точнее, на вчерашнем брифинге мы актуализировали ожидания непосредственно перед ЕЦБ, сделали ставку на возможные сценарии поведения евро и особенным преимущественным, скажем, трендом обозначили коррекцию. Собственно, так оно и было. Что интересного по факту конференции? Разумеется, очень много было обсуждений касательно актуальных показателей по инфляции, инфляционной составляющей и рисках, которые сейчас имеются в отношении этого показателя. Драги отметил то, что снижение цен на энергоресурсы по причине объективного замедления темпов роста мировой экономики таких же объективных проблем с устойчивостью в Китае будут находиться дальше под давлением и вследствие снижения стоимости энергоресурсов, разумеется, давление будет оказано и на ключевые индексы потребительских цен. Поэтому ориентиры ожидания, которые ранее закладывались в рамках европейского мегарегулятора касательно достижения целевого показателя в 2% сейчас едут по срокам. Действительно, давление существенное. И Марио Драги, собственно, обозначил тот факт, что не удивится, если в ближайшие 2-3 месяца месячный эквивалент индекса потребительских цен уйдет снова в отрицательную зону и зафиксирует риски дефляции. Поскольку мировая экономика сейчас переживает не самые сладкие времена, период повышенной волатильности и турбулентности, есть опять же риски того, что эти проблемы будут проецироваться и на ключевые развитые страны этого мира. Поэтому ЕЦБ готов проявлять дальше гибкость, адаптивность в плане монетарной политики и при необходимости задействовать дополнительные меры поддержки, чтобы попытаться улучшить экономическую среду и поспособствовать, скажем, притоку инвестиций и улучшению настроения в отношении перспектив этой экономики. И прежде всего ЕЦБ будет действовать на опережение в связи с рисками дефляции. Драги отметил, что, разумеется, следующим шагом со стороны ЕЦБ может оказаться как раз более агрессивный выкуп активов. Мы знаем то, что программа количественного смягчения, которая была запущена в рамках Европейского центрального банка и экономики еврозоны в марте 2015 года, продлится до сентября 2016 года, текущий объемом 60 миллиардов евро. Но, судя по всему, этих объемов недостаточно, чтобы создать хорошее основание для динамичного роста индекса потребительских цен. В связи с этим можно ожидать либо более агрессивного выкупа активов, либо продления сроков действия этой программы. Хотя Драги отметил, что объективная оценка текущей политики и текущей программы позволяет им увеличить покупки. Может быть, там на 10-15 миллиардов евро в месяц. Другими словами, мы дождались пусть и вербальных сначала заявлений и интервенций со стороны руководства. Мы долго ждали намеков на это. И сейчас, по сути, будем иметь дело именно с этими ожиданиями. А спустя какое-то время эти ожидания будут трансформированы в фактические и реальные действия. Поэтому по евро-доллару мы по-прежнему смотрим вниз. Понимаем то, что еврозона, скорее всего, будет и дальше негативить с точки зрения публикации макроэкономических данных. Мы знаем то, что новые раунды экономического смягчения не за горами. И в целом у нас есть еще ожидания касательно потенциального и абсолютно оправданного и обоснованного роста доллара. Поэтому главный валютный риск в конкуренции с долларом, как валютная пара, будет направлена, нацелена на движение ниже уровня 1.10. Поскольку за последние полторы недели мы видели, как евро-доллар, по сути, скорректировался с уровня 1.17, в целом совершенно очевидно, что главная валютная пара возвращается к тем ценовым значениям, которые являются более оправданными. Наша цель промежуточная 1.10, хотя мы давно еще поставили в качестве ориентира возможности еще даже большего ослабления евро и снижения порядка 1.08, там и значение 1.05. Также подкрепляли эти идеи еще прогнозами со стороны инвестиционных банков, но некоторые и вовсе прогнозируют возможность затяжения паритета в перспективе предстоящего года. Я не буду исключать действительно возможность такого на сценарии, поскольку он присутствует, и если мы опять же детально будем разбираться с тем фоном, который сейчас характерен для экономики валютного блока, все-таки, наверное, евро будет действительно позиционно, совсем уж долгосрочно ослабеть. Но нам пока достаточно закрепления ниже уровня 1.10. Идем дальше. Долларо-японская иена. Вчера мы анализировали данные по заявкам на пособие по безработице. По факту отчета 282 тысячи, соответственно, заявлений против 275. Это прогнозные значения. Вроде бы как показатель плохой, поскольку оказался выше прогнозного значения. Но я хочу сказать, что здесь нужно, опять же, руководствоваться несколько другой логикой. У нас есть конкретный уровень по заявкам, это 300 тысяч. И если фактически показатель держится ниже этого значения, значит, мы констатируем очевидный прогресс. На текущий момент каждую неделю мы делаем акцент на факты именно пребывания статистики в нисходящем тренде, что в целом улучшает общую ситуацию с рынком труда. Можно сказать, что уже реализован тренд из 28 недель, и это самый затяжной, позитивный тренд для американского рынка труда за последние 40 лет. Поэтому те, кто скептически еще смотрит на состояние американского рынка труда, если такие есть, что, наверное, будет очень странно, должны еще раз пересмотреть свои отношения, потому что так хорошо, собственно, рынок труда не чувствовал себя очень давно, наверное, с 2007 года. Поэтому докризисные уровни уже практически восстановлены, значит, ФРС решает действительно уже те проблемы, которые были заложены в основу курса, в основу его политики, и, по крайней мере, с рынком труда удалось взять ситуацию под контроль, стабилизировать, что в целом сейчас подталкивает нас к ожиданиям того, чтобы ФРС наконец-таки приблизился к долгожданному решению о повышении космочных процентных ставок. Сегодня у нас есть возможность оценить самый главный отчет, который характеризует этот сектор, это создание новых рабочих мест вне сельскохозяйственной области. И если мы увидим хороший макроэкономический отчет, хороший non-farm perils, я думаю, что для доллара это будет серьезный буст, катализатор и триггер для дальнейшего движения. Если есть возможность посмотреть экономические календари, советую это сделать, потому что, по мнению экспертов, экономика вполне могла по итогам прошлого месяца создать более 200 тысяч новых рабочих мест. Если действительно отчет будет рядом с этим значением, может быть даже выше 200 тысяч, я думаю, что вероятность повышения ставки, определяемая на сентябрь, точнее даже на 17 сентября, будет увеличена процентов на 10-15 и снова окажется выше 50, что в целом позволит нам готовиться к самому важному, фундаментальному решению последних месяцев. Я делаю ставку на хорошую статистику и, собственно, предлагаю вам также оценить перспективы и возможности этого релиза. Может быть, даже еще большее внимание согласно сегодняшним макроэкономическим данным нужно будет обратить даже не на рынок труда, собственно, по числу новых рабочих мест, а на динамику роста заработных плат, потому что этот отчет будет говорить нам, а точнее даже предвосхищать будущие показатели по индексу потребительских цен. Еще раз напомню, что инфляция, пожалуй, на текущий момент, это единственная проблема, которую не удалось решить. Но это свойственно не только для ФРС, потому что ключевые развитые рынки, ЕЦБ, собственно, в том числе, напротив, пытаются задействовать и предпринять все возможные силы, чтобы попытаться разогнать уровень инфляционного давления в стране. Но пока это безуспешные попытки. В рамках ФРС, правда, есть позитивная динамика, и я думаю, что если и следующий отчет по индексу потребительских цен покажет, пусть незначительный, но все-таки прирост, у нас будет настоящая тенденция. А если отчет окажется выше 0,3%, я думаю, что дальнейший вектор ужесточения политики и следующие этапы повышения процентной ставки, они также уже будут фактически решенным вопросом. Доллар и японская иена. Ждем сейчас закрепление выше 120 иен за доллар. Но учитывая, опять же, ожидание роста американца, опять же, фундаментальные предпосылки и весь прошлый Афон, у нас достаточно оснований нацелиться на движение валютного тандема USD иена даже в район 122-123, а потом уже будет и уровень 125. Также хотел еще отметить перспективы британской валюты. Вчера был опубликован отчет по индексу производственной активности в сфере услуг. Статистика очень плохая, 55,6% против прогноза 57,6%. В целом это уже второе снижение подряд, и индекс находится сейчас на самом минимальном уровне за последние несколько лет. Вывод какой? То, что сектор услуг также переживает не самые лучшие времена, соответственно, вместе с промпроизводством у нас уже есть довольно объективные предпосылки говорить о том, что темпы экономического роста будут выглядеть в несколько, скажем, не лучшем свете и, наверное, не дотянут до своих прогнозов. Прибавляем к этому еще перенесенные сроки повышения процентной ставки и отложенные целевые ожидания по достижению показателя по инфляции в 2% на 2017 год. И фунт, наверное, в связи с этим будет и дальше оставаться под серьезным давлением. Если есть возможность посмотреть на дневки, сделайте это, потому что на дневном таймфрейме мы видим то, что пара фунт-доллар снижается уже сессию 10-11 подряд. И уже преодолела нашу долгосрочную цель, оказалась ниже. Мы ориентировались на значение 1,53. Сейчас пара торгуется 1,5242. Сейчас не хочу давать рекомендации касательно того, как можно поторговать британцам. Мы сделаем это, как я отмечал вчера, в понедельник, когда оценим уже состояние американского рынка труда и прикинем, каким образом он может сказаться на решение по нормализации денежно-кредитной политики в США. После этого, когда с повестки обсуждения будут сняты, наверное, ключевые ожидания, ну или мы, по крайней мере, проанализируем основной макроэкономический фон, можно будет в довольно спокойной обстановке собраться и рассмотреть перспективы непосредственно каждого валютного актива, исходя из национального фундаментального фона. То же самое мы сделаем еще и по австралийцу. USDCAD – еще одна инвестиционная идея, которую мы обозначаем. Ждем повторного тестирования сопротивления в районе 1,33. Сейчас пара торгуется в районе 1,32. Нужно сделать акцент сегодня и на позиции канадской валюты, потому что будут опубликованы данные не только по Non-Farm Paral США, но еще и довольно серьезный отчет по состоянию канадского рынка труда. Ожидание – ставка безработицы 6,8%. Что касается числа новых рабочих мест, то здесь, скорее всего, можно будет понегативить, потому что ожидается сокращение на 4,5 тысячи. Очень серьезный контраст с прошлым отчетом, когда новых рабочих мест было создано больше 6 тысяч. Если статистика действительно будет смотреться столь же негативно, как закладывается по прогнозам, нужно будет вспомнить еще плохие данные по ВВП, общее состояние экономики в целом, прикрепить сюда ожидание коррекции по снижению ставки и ожидание, опять же, снижения стоимости энергоресурсов, на что, разумеется, будет реагировать и канадская валюта, как сырьевой актив. Поэтому по USDCAD, особенно еще в фокусе ожидания роста американца, у нас достаточно серьезных факторов, позволяющих с фундаментальной точки зрения снова нацелиться на движение в район 1,33. Но в перспективе, я думаю, что сможем уйти еще выше, потому что совсем уж долгосрочная идея предполагает возможность тестирования даже сопротивления в районе 1,35. Это что касается ключевых тандемов валютных активов. Еще раз напоминаю, кодовое слово, точнее, величина бонуса на сегодня 7%, что касается кодового слова, то это труд. Пятничный бонус на самом деле интереснее, чем прочие, поскольку у вас есть возможность воспользоваться им также до следующего брифинга, но следующий брифинг уже назначен на понедельник. То есть у вас есть, по сути, 3 полноценные дня. Советую не упускать этой возможности и, соответственно, повысить покупательскую способность ваших депозитов. Вопрос есть? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем комментариев и вопросов на нашем официальном канале о маркетинге на YouTube. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания.